На минувших выходных состоялась районная военно-спортивная эстафета «Кадетский биатлон», посвященная памяти герою России и гвардии майора Сергея Таранца. Эстафета проводилась на базе детского юношеского центра «Кадетское братство». Подробнее расскажет Тина Капачевская. Военно-спортивная эстафета «Кадетский биатлон» среди учащихся школ города и района проводится уже более 10 лет. В этом году в ней участвовало 20 команд. Перед началом соревнований состоялся митинг, посвященный памяти героя России и гвардии майора Сергея Таранца. Воспитанники детского юношеского центра рассказали о его жизни и подвиге. Затем герои России почтили минутой молчания. По словам руководителя центра «Кадетского братства» Вячеслава Геловяна, ребята принимают участие в биатлоне с большим удовольствием. Патриотическое воспитание молодежи, подготовка к службе в армии, чтобы они выросли достойными защитниками нашего Отечества. На соревнованиях присутствовал первый заместитель председателя краевой общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Третьяков. Он отметил, такие мероприятия, как кадетский биатлон, прежде всего направлены на воспитание подрастающего поколения. И сегодня я благодарен организаторам этих соревнований, которые приурочили их к дню рождения героя России Сергея Таранца, к день рождения которого 9 апреля. Мы в «Боевом братстве Кубани» увековечили тоже Сергея Таранца, реализуя проект «Галерея мужества боевого братства». Это большие фотографии от третьего размера, которые размещаются в учебных заведениях. Есть она у вас в 16-й школе. Вчера мы вручили на конференции в Краснодаре. В летном училище есть, в 34-й школе, в 24-й школе, в Крымском районе есть. То есть это ребята, воины, которые погибли при защите Отечества, будут всегда живы через нашу память. Вот это одна из наших главных задач сегодняшнего дня. Молодые кадеты состязались в трёх этапах. Стрельба из пневматической винтовки, из пистолета и метание гранаты на точность. Участник соревнований из школы номер 6 прибрежного сельского поселения участвует в биатлоне каждый год. По его мнению, каждый парень должен участвовать в подобных мероприятиях. Ведь это хороший опыт, который пригодится в будущем. Подготовка к армии идёт, и то, что в дальнейшем это будет нужно. Я считаю, что каждый должен служить, потому что это, как говорится, если в армию не пойдёшь, то не будешь мужчиной. После того, как все команды справились с заданиями, были подведены итоги. На первом месте оказались учащиеся школы номер 18. Серебро взяла школа номер 19. И бронзовыми призёрами стала команда школы номер 5. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».